Здравствуйте все те, кто интересуется методикой преподавания изобразительного искусства в школе. Сегодня мы с вами поговорим на такую тему, которая звучит так. Особенности творческих заданий в УМК изобразительного искусства издательства просвещения. Конечно же нельзя не затронуть государственный стандарт и сказать о том, что особенности структуры содержания учебников направлены на достижение планируемых результатов, которые включают в себя познание обучающимися языкопластических искусств и создание художественного образа, чтобы знали виды и жанры изобразительного искусства и разбирались в них, ощутили роль искусства в художественной деятельности, в жизни человека и общества. И конечно же духовно-нравственные проблемы жизни и искусства. Конечно же все задания в учебниках направлены и на развитие познавательных универсальных учебных действий, личностных универсальных учебных действий, развитие регулятивных универсальных учебных действий и коммуникативных универсальных учебных действий. И обязательно в наших УМК вы увидите задания, которые содержат в себе связь учебного материала с реальной действительностью и другими школьными предметами. Но без межпредметной связи сложно преподавать изобразительное искусство, потому что всё тесно связано и с музыкой, тесно связано с литературой, русским языком, тесно связано с технологией и многими другими предметами школы. На что же направлены творческие задания в учебниках нашего издательства? И, конечно же, вот эти направления, ну не все, естественно, а ряд направлений, которые мне захотелось представить перед вами, это, конечно же, художественное конструирование, изображение в объёме. Творческие задания направлены на создание художественного и декоративного образа, направлены на создание композиции, на развитие фантазии и воображения, ассоциативного и абстрактного мышления, конечно же, на освоение приёмов и техник изображения и цветоведения. О некоторых заданиях я поговорю сегодня поконкретнее. Конечно же, вот то, что я перечислила, это было что? Что можно изображать? И вот это что даётся в творческих заданиях? Чем? Чем изображать? Каждый учебник начальной школы снащён страницами, где представлены все изобразительные материалы, начиная от красок, акварельных, гуашевых, заканчивая пластилином, бумагой. То есть всем, что есть в продаже и в доступе нашим детям, это и цветные карандаши, и восковые мелки, это тушь, перо, простые карандаши. Ну то есть вот весь наш арсенал, которым может пользоваться художник, всё используется на уроках изобразительного искусства по нашим УМК. А ещё, чем можно изобразить? Оказывается, посредством изображения, как единой грамматической основы, можно пользоваться точкой, которая может являться и цветной, и ахроматичной. Точка может представляться как мазок, если это живопись, и точка как элемент художественной выразительности в графике. Вот сама по себе точка в композиции имеет плотность заполнения, то есть или это частота, или это разряженность точек. Тем самым показывается динамика или статика. Точкой можно заполнить какую-то форму. Точка может быть активной и пассивной. Количество точек тоже может быть разным. Размер точки тоже может быть разным. Отсюда в живописи появляется, помните, мы говорили с вами о технике как пуантилизм. То есть точка есть средство выразительности и средство изображения не только в графике, но и в живописи. Пятно. Пятно очень универсальное средство изображения. Оно тоже может быть как и ахроматичным, так и цветовым. Пятно можно создать и в графике. А вот в живописи можно создать неформальную композицию с помощью пятен. Вот именно там мы передаем какие-то ощущения, настроения, впечатления. Кстати говоря, вот можно передать с помощью пятен. Если пятно тоновое это соотношение пятен, да, вот в живописи, то в графике это тоновые отношения в рисовании. Затем линия. Линия – основной элемент изображения и выражения. Вот посмотрите, пожалуйста, как можно с помощью линии сделать контур, который выделяет предмет из среды. Линия может передать какое-то ощущение характера, веселость ли, или наоборот угловатость, серьёзность и какую злобу, да, может тоже, или злость может передать линия. Линия может передать порыв ветра, шелест травы, может передать шум волны. То есть посмотрите, каким интересным свойством обладает линия. И вот здесь я представила вам изображение. Александр Сергеевич Пушкин, собственно, ручно, да, передал линию своего лица, профиля, кудряшки, волос. То есть вот характеристические особенности антропоморфного, то есть своего вот строения, передаёт в рисунке великий поэт. Матисс, вы видите, образ женщины очень романтичный. Валентин Серов тоже передаёт с помощью штриха и линии, образ, вот женский образ. Очень поэтичный женский образ. Собственно, линия и позволяет делать нам не только вот контуры, но ещё и штрих, а вместе с тем и пятно. Штрих, неоточенный карандаш, да, под определённым углом. Мы можем проводить линию друг к другу на одинаковом расстоянии, и отсюда появляется штрих. А тоновое пятно – это когда почти совсем тупой карандаш, да, и вот расстояние между этими линиями не ощущается, то есть его не существует. Отсюда появляется тоновое пятно. Вот это такое вот средство изображения, как грамматическая основа, да, повторяю я. И, конечно же, тела и фигуры, тела имеют объёмы, и мы хорошо их просматриваем, когда выполняем конструктивный рисунок в натюрморте, когда мы анализируем геометральный метод, да, такой существует в рисовании, когда мы анализируем форму, что может быть во что вписано, какое тело может быть вписано. Ну, например, если это какой-нибудь кувшин, то, конечно, тулово шар, а в него вписан усечённый конус, а снизу выходит цилиндр. То есть вот эти элементы нам помогают строить, правильно строить форму. Что касается фигуры, то они плоские, и они хорошо применяются в декоративном рисовании. Мы же знаем с вами, что задания на декоративную композицию или декоративный образ присутствуют в нашем УМК. Отсюда и вот эти критерии разных элементов, которые могут создавать средства изображения. Естественно, опять же, чем можно изображать? Мы говорили с вами на наших вебинарах и о техниках изображений, и о приёмах изображений. И вот я только просто представила этот слайд для того, чтобы напомнить нам с вами, что помимо средств изображения есть ещё и техника, и приёмы изображения. Это живописные приёмы изображения, как вы уже поняли. О графических мы с вами ещё не говорили, и мы о нём поговорим в следующих наших встречах. Но хочу отметить самое главное, что новая техника рождает новые приёмы, а следовательно, креативную мысль. И вот, например, мы говорили о граффити. Новая техника, креативная мысль. Например, слоёное тесто – это же объём, изображение в объёме. Это тоже новая техника, и складывается новая, какая-то удивительная идея, образ, а следовательно, креативная мысль. Создание художественного образа о различных материалах и техниках. Но здесь этот слайд я не могла не включить, когда мы говорим с вами о техниках и приёмах изображения. И вот посмотрите, как перекликаются идеи, но как по-разному они созданы. Лаковая миниатюра и академическая живопись. Идея одинаковая, тематика одинаковая, битва в Пальховской шкатулке, или коробочке, так её иначе называют, и поединок Пересвета и Чаубе на Куликовом поле. Вот средства выразительности разные, приёмы изображения разные, одинаковые отношения к цвету, композиции тоже строятся по-разному, хотя мы видим с вами перспективу и в академическом рисунке, в академической живописи, и в росписи Пальховской шкатулки. Дальше мы видим с вами Кустодий в деревенский праздник. И опять же Пальх, шкатулка, деревенская пляска. Вот так изображают художники, казалось бы, одинаковые сюжеты, но в разных манерах и в разных техниках. Средства художественной выразительности. В каждом виде изобразительного искусства. Я включила сюда, конечно же, не все. Вы видите основные живопись, графика, скульптура и художественное конструирование, потому что задание на художественное конструирование представлено в учебниках наших авторов. И трудоёмкий, который сочетает в себе не только талант художника, но и талант мастера. И иногда детям можно задать такой вопрос. Я вот передала вам на слайде слова, материалы, из которых создаётся скульптура. То есть что такое скульптура? Это вид изобразительного искусства, произведение которого создаётся в объёме из природных материалов, скажем так. И вот представьте себе, глина, металл, дерево, камень, стекло. Каков процесс создания скульптуры из этих материалов? И, конечно же, у детей возникает даже иногда курьёзная ситуация, когда они не знают, как из металла, как делают скульптуру из металла. То есть глина – это лепка, конечно же, металл – это литьё или ковка, или сварка, если это из прутиков металлических создаётся. Дальше дерево – это всегда вырезается, из камня высекается, из стекла выдувается, или выдувается, или отливается тоже, например, с фарфора. Хотя фарфоры относятся больше к глине, но определённая такая технология изготовления. Мы берём с вами такую традиционную, когда форма выдувается из стекла. И, естественно, представила вам изображение разных видов скульптур, потому что в нашем сегодняшнем вебинаре мы коснёмся этих заданий. Если мы говорим о декоративном образе, следовательно, мы не должны обойти с вами декоративные приёмы. Декоративные приёмы включают в себя, но основной приём – это стилизация. Затем трансформация и утрирование. Трансформация – это метаморфоза образа, превращение его из, например, одного образа в другой. Ну вот вы видите улитку, да, где она несёт на себе домик. Такого не бывает, но вот она так трансформирована художником, вот так она представлена. Или улитка, которая превращается в декоративную подушку. Это тоже своего рода трансформация. Или вот бык превращается в логотип какой-либо, да, вот в данном случае такой. То есть это превращение природной формы в какую-либо другую форму предметного мира уже, допустим, окружающего нас с вами, или в какой-либо знак, или в предмет интерьера, или что-то такое, вот вызывающее интерес, но напоминающее нам об изначальном образе. Дальше. Утрирование. Конечно же, это... Когда мы выявляем в предмете окружающей среды, ну, выявляем, например, барана, или жираф, или ёжика, и видим у него самые выразительные части. Какие? Ну, у барана могут быть рога, у жирафа шея, у ёжика иголки. И вот мы утрируем, то есть специально усиливаем это впечатление от этого явного предмета в форме животного, да. Если у барана рога, так вот мы утрируем их завиток. Если у жирафа шея, то мы вытягиваем её специально, как бы напоминаем нам, вот каким отличительным свойством обладает это животное. Ёжик тоже самое, да, вот иголки, так мы нарочито показываем, эти иголки. Вот таким вот образом работает трансформация и утрирование. Что же касается стилизации. Стилизация декоративного образа работает так. Мы упрощаем предмет до почти знака. Получается, мы упрощаем его по форме, мы упрощаем его по цвету, мы упрощаем его по объёму. То есть из объёмного предмета он становится плоским при стилизации, да. Или, допустим, нам необходимо составить орнамент из берёзовых листьев. Что мы делаем? Мы его делаем плоским, мы придаём ему уже более декоративную форму, а хотя лист узнаётся, что это всё-таки берёзовый листок, и мы его упрощаем по цвету. То есть нет вот этих цветовых отношений, нет объёма, нет цветовых пятен, которые могут встретиться в живом листочке, нет каких-то перекручиваний, да, у этого листочка. Он будто вырезан у нас из бумаги и покрыт лаконичным, локальным зелёным цветом, да, вот присущий берёзе. Кстати говоря, вот стилизация позволяет нам делать и декорирование поверхности, как вы видите у кленового листа. Каждый сегментик заполнен определённым орнаментом. Предусматривается стилизацией вот такое декорирование поверхности. Но я возвращаюсь сейчас к берёзовым листочкам. Вот когда мы взяли с вами берёзовый лист, сделали его плоским, упростили его форму и покрыли его локальным цветом, вот он превратился у нас, допустим, в мотив берёзовый листок. И если мы ещё что-либо к нему добавляем для того, чтобы создать орнамент, то получается рапорт. И вот мы начинаем, допустим, этот листочек переворачивать вверх-вниз, вверх-вниз, создавая вот эти повороты нашего листочка в полосе, отсюда и возникает вот этот вот орнамент, да, растительный орнамент в полосе, и мотивом которого является берёзовый лист. Так, как же выполняются такие приёмы? Вот методика выполнения декоративного рисунка, она такова. За основу берём натуру, выполняем огромное количество эскизов, затем мы делаем упражнения по выявлению декоративных приёмов. Вот выбираем разные с вами сюжеты, превращаем их в какие-то орнаментальные элементы, и вот так выполняем декоративный рисунок. Затем, когда мы разложили его вот на конструктивное начало, мы начинаем с помощью творческого воображения, конечно же, вот у, например, художника, оно всегда существует, это творческое воображение, потом я вам даже покажу один слайд. Мы трансформируем, мутрируем и стилизуем эту форму, да, вот, например, как флюгер-петушок. И затем уже выполняем с помощью цветоведения в орнаменте составляем изображение цветного характера. Но мы знаем с вами, что в орнаменте нельзя использовать много цветов. Ну, 3-5 максимум, почти плакат. 3-5 максимум орнаментальное изображение в цвете. Посмотрите, пожалуйста, как можно стилизовать природную форму. Художники современности стилизуют быка. Посмотрите, очень здорово, да, похоже. Или журавля, или лань. Да, вот подмечаются определенные какие-то элементы за животным, его повадка, движение. И с помощью линий, вы обратили внимание, линий и пятна создается вот этот уникальный элемент стилизации данного животного. И он все равно у нас угадывается и узнается. А вот так, я подхожу к слайду, да, а вот так, с помощью своей фантазии и воображения Альбрех Дюрер изобразил носорога. Вот как известно, что он никогда, то есть художник, никогда не видел носорога таким, какой он есть. А только по описаниям путешественников он изобразил этого носорога. Посмотрите, как похож на современный дизайнерский рисунок, да, и декорирование поверхности тоже. И вот мне очень хочется зачитать вам те слова, которые на гравюре написаны сверху. В 1512 году после Рождества Христова, в первый день мая, могущественному королю Португалии Эммануилу привезли из Лиссабона живого зверя из Индии. А это пишет сам Дюрер, которого они называют носорогом. Здесь изображено, как он выглядит. Цвет его подобен цвету черепашьего панциря. И он плотно покрыт толстой чешуёй. И по величине он равен слону, но ноги у него короче, и он хорошо защищён. Спереди на носу он имеет крепкий рог, который он точит повсюду, когда бывает среди камней. Этот зверь – смертельный враг слона, и слон его очень боится. Ибо где бы он ни встретил, этот зверь просовывает свою голову между передними ногами слона и вспарывает ему брюхо и убивает его. И тот не может от него защититься, ибо этот зверь так вооружён, что слон ему ничего не может сделать. Говорят также, что носорог – быстрый, весёлый и подвижный зверь. Вот такую надпись выгравировал Альбрех Дюрер на изображении носорога. Вот не видя, не видя животное ни разу, а только пользуясь описаниями и, может быть, какими-то мелкими зарисовками путешественников, Альбрех Дюрер создал вот на самом деле удивительного животного, очень похожего на настоящего носорога. Вот такое воображение. Итак, и если мы уже говорили с вами об декоративном образе, то в ОМК наших авторов встречаются эти задания. Трансформация природных форм в декоративную композицию, декоративный натюрморт или рисунок на тему одного из древних образов в узорах, декоративное, значит, декорирование поверхности, украсить узорами крылья бабочки, декоративное панно и много-много ещё разных тем. Задания на изображение в объёме есть у наших авторов обязательно. Надо сказать, что, ну вот, да, скульптор, не только художник, но ещё обладает талантом мастера. Он способен не только нарисовать и представить себе тот образ, который он затем сделает, допустим, вылепит в глине или высечет из камня. Вот он способен это сделать, не только нарисовать, но и сделать данную скульптуру. И вот в ОМК наших авторов предлагается несколько вариантов выполнения скульптуры. Ну, во-первых, я хочу даже зачитать из ОМК Бориса Михайловича Неменского, 6 класс. Собственно, так и называется тема «Объёмное изображение в скульптуре». И авторы предлагают сделать лепкой изображению выбранного вами животного. Потребуется пластилин или глина, а также дощечка и пластиковая доска. То есть пластилин или глина. Это первый материал, которым можно пользоваться. Второй. Возьми бумагу и сомни её. Продолжая сминать, попробуй создать из мятой бумаги объёмное изображение какого-либо выбранного животного. Части бумаги можно прикрепить, перекрутить, закрепить между собой изгибами. То есть, посмотрите, ещё один приём. Ещё один материал и приём тоже, как я сказала, материал рождает креативную мысль. И вот здесь с помощью бумаги можно делать скульптурное изображение. И третий приём. Сделай изображение животного путём склеивания различных картонов, коробочек, упаковок. При этом надрезая и отгибая необходимые детали, чтобы получился, например, уши или лапы. И вот здесь очень важная мысль. У тебя получатся объёмные фигурки из разных материалов. Они по-разному выразительны. Теперь ты видишь, как материал влияет на образ, который ты создаёшь. Также в УМК Тамары Яковлевны Шпикаловой. Посмотрите, пожалуйста, животные и его повадки в творчестве скульпторов, анималистов. Собственно, анималистический жанр появляется в УМК и объясняется, что он собой представляет и у Бориса Михайловича Неменского, и у Тамары Яковлевны Шпикаловой. И от того, что у нас в УМК Тамара Яковлевна Шпикалова идёт связь с народным искусством, традиционным и народным, мы видим с вами, каким приёмами можно овладеть, чтобы создать образ коняшки, или каргопольской игрушки, или дымковской игрушки. Видите, даже представлены элементы, какие нужно сделать из пластилина, чтобы соединить между собою. И Тамара Яковлевна выделяет даже приёмы, какими можно пользоваться. Это вытягивание. Кстати говоря, в начальной школе у УМК Бориса Михайловича Неменского есть сказка о пластилине. Согрей его своими руками и вылепи потом образ, какой ты хочешь. И, как правило, учителя начальной школы, если они ведут изобразительное искусство у детей, а преподаватели изобразительное искусство тоже выполняют такой приём, который называется «спасём слонёнка». То есть они вытягивают элементы животного из целого куска, то есть согревают своим дыханием, а потом спасают слонёнка из вот этого камня. То есть этот образ появляется с помощью вытягивания. Значит, вытягивание, примазывание, налеп, заглаживание. То есть вот эти приёмы, которые перечисляются в УМК Тамара Яковлевна-Шпикаловой, пригодятся при выполнении не только традиционного промысла, до игрушек керамических, но и в настоящей классической скульптуре. То есть эти приёмы, они универсальны, что для народных игрушек или вот для декоративных скульптур, там мелкой пластики, интерьерной пластики и так далее. Дальше, работа с бумагой У УМК Тамара Яковлевна-Шпикаловой тоже присутствует. Вы видите изображение двух скульптур героев XVIII века, в пышных платьях, камзолах и так далее. И ещё, конечно же, есть приёмы, которые мы можем использовать для работы, для создания каких-то предметов в интерьере. И вот, например, у Бориса Михайловича Неменского мы видим изображение льва, и ребёнок может тоже сделать из целого куска глины или пластилина вот эту интерьерную статуэтку, потом украсившую, например, его уголок в доме. А можно сделать и вазы-цилиндры. И этапы работы над вазами-цилиндрами, тоже здесь представлен на этом слайде. И оно, конечно же, мною почерпнуто из ОМК Тамарьяклины-Шпикаловой. Ну вот, чтобы создать такой дизайн в интерьере с помощью каких-то предметов, которые могут украсить среду человека. Задания на конструирование. Ну вот, обязательно. Они присутствуют в ОМК наших авторов. Это организация пространства. Художественное конструирование – это работа над пространством, над его, ну скажем, усовершенствованием. Сделать его более красивым, более функциональным. То есть вот в чём заключается вот это вот конструирование. Да, и ещё в визуальной культуре. Чтобы визуальная культура не разрушала наши эмоции, а наоборот давала нам вдохновение для творчества, для созидания. То есть это не агрессивная, а наоборот очень эстетически красивая визуальная культура, созданных каких-то предметов, которые будут окружать нас не только дома, в нашем узком пространстве, но и в пространстве города, улицы, площади. И вот в УМК Борис Михайлович Неменского организация пространства, возможно, чтобы она была гармоничной, он даёт огромное количество упражнений на то, как можно организовать пространство круглыми линиями, извилистыми или под прямым углом, или ломанными линиями. И вот эти модели, то есть моделированием, мы же конструируем из бумаги и создаём разные модели, занимаются обучающиеся. Хочу сказать, что для выполнения таких работ очень хорошо можно использовать, помимо бумаги, ещё такие потолочные покрытия. Помните, такие вот были в моде, покрывали потолки, такие квадраты. И они, если без рельефного изображения, то они очень годятся для выполнения вот таких вот макетов. Они очень хорошо режутся макетником, они очень податливы, изгибаются, то есть вот можно выполнить любое изображение, любое пространство, организовать даже с помощью такого материала. Хочу сказать, что вот именно в организации уличного пространства мы должны понимать и объяснять детям такое, что вот если мы делаем площадь, то площадь – это интерьер. Её необязательно пройти. Достаточно войти вовнутрь, встать в центре площади и повернуться вокруг своей оси. Повернувшись, мы с вами сразу обозреем все её достопримечательности. Ну, возьмите Красную площадь, встали в центре и поворачиваемся. Покровский собор, дальше ГУМ, дальше Исторический музей, а сзади вас Кремлёвская стена, наш Кремль, Мавзолей и Спасская башня. То есть вот, посмотрите, всего лишь мы стоим в центре этой площади. Чтобы увидеть улицу, по ней надо пройти, увидеть, как она красива, увидеть её перспективу и чем закончится наша линия улицы. То есть в какое-то архитектурное здание, оно или в ворота, или в какое-нибудь историческое сооружение, вот она заканчивается, наша эта улица. И, конечно же, панорамная архитектура, когда мы можем видеть там с Воробьёвых гор пространство нашего города или вот панораму нашего города. Вы знаете, вот меня очень удивляет, до сих пор удивляет, как это люди в древности могли нарисовать карты, не пользуясь никакими приборами, не поднимаясь в космос, что сейчас очень совершенно спокойно можно сделать, а и нарисовать карты почти точные тем, что мы сейчас видим. И вот в ОМК Бориса Михайловича Неменского начинается седьмой класс с того, как старик Хаттабыч и Волька летят над городом и видят композиции домов и превращают их вот в эти квадраты, линии, которые можно уложить, вот композицию уложить на плоскости листа. То есть вот для меня это некая параллель с тем, как могли в древности путешественники изобразить действительно карты доподлинно, почти доподлинно, повторяющие те континенты и материки, какие существуют сейчас. И, конечно же, второе, материалоконструкция. Обучающиеся по ОМК Борису Михайловичу, я затронула только небольшую часть. Вот для того, чтобы погрузиться в седьмой класс, он очень интересен, уникален. И у Тамары Яковлевны, Шпикалы, Бориса Михайловича Неменского есть такие уникальные вещи, которые работающие по ним действительно поддержат меня в этом. И вот посмотрите материал и конструкция. То есть конструкцию можно делать не только из бумаги, не только из этого материала или вот тех пенопластовых потолочных покрытий, которые я сегодня озвучила. Но еще посмотрите и проволока, которая может изогнуться так, как угодно мастеру, так, как угодно художнику, чтобы передать вот тот художественный образ или то значение, которое закладывает в этот предмет автор. То есть вот если это карандашница, то это может выглядеть так, салфетница по-другому, подсвечник по-третьему. То есть взять для выполнения этих работ уже может быть, казалось бы, ненужные вещи, но они в этих работах заиграют по-новому и будет как бы их вторая жизнь уже в современном мире. Вот, например, этот диск музыкальный, который уже ушел в прошлое, вот совершенно по-новому выглядит в салфетнице. То есть вот материалы, конструкция обязательно будет наше воображение и помогает нам создавать вот совершенно новые, удивительные образы. Пожалуйста, задание на конструирование в ОМК Тамаре Яковлевне Шпикаловой. Хочу сказать, что мы конструируем, ну, можно конструировать современные здания, можно погрузиться в древнюю русскую архитектуру и конструировать те самые произведения деревянного зодчества, которые мы можем видеть на картинках. А у Тамары Яковлевны Шпикаловой написано, как это сделать, с помощью чего это сделать, как скрутить ту или иную трубочку, можно ли пользоваться гофрированным картоном. Собственно, эти элементы мы используем всегда, когда работаем с бумагой. Собственно, это широко известно сейчас. Вот, затем можно делать какой-то декор, раз мы говорим о конструкции, и декоре этой конструкции. Ну, например, создав терем, можно вырезать флюгер. Это тоже есть в ОМК Тамаре Яковлевне Шпикаловой. То есть весь процесс работы и образцы, как это может выглядеть. Собственно, если мы видим с вами образец, то наша фантазия и воображение позволят нам выполнить уже что-то другое. Уже, допустим, не кота, а мы знаем, как создается этот флюгер. Мы уже знаем. Сложенной бумаги с помощью симметрии мы вырезаем эту форму. В центр можем вставить деревянную палочку или палочку отмороженного, склеить, и вот получается такой интересный образец флюгера, который мы потом можем водрузить на то сооружение, здания, закончить композицию архитектурного сооружения, которое мы сконструировали. Дальше по ОМК Тамаре Яковлевне Шпикаловой можно создавать и средневековые замки, крепости, и, конечно же, можно создать комплекс усадеб, дворянских усадеб комплекс. Все это присутствует в ОМК, и можно с этим познакомиться. Затем обязательно присутствуют задания на проектирование и дизайн. Вот проектирование, дизайн, современные одежды. Этому посвящено много материала ОМК Бориса Михайловича Неменского, как и фольклорный стиль в современной моде. Собственно, эти темы повторяются, то есть они созвучны с ОМК Тамаре Яковлевне Шпикаловой. Одежда современная, спортивная одежда, но только каждый автор решает эту задачу по-своему, непохожим способом, но очень интересно. И у Бориса Михайловича Неменского, и у Тамары Яковлевны Шпикаловой. И источники разные, но тоже очень интересные. То есть откуда черпается эта идея, используя какие формы или работы каких художников можно применить для создания того или иного дизайн-проекта, как сейчас дизайн-проекта одежды, или вот сейчас модное это слово «лук». Такое слово, да? Есть задания на абстрактное мышление? Обязательно. Потому что есть вещи, которые формально, предметно изобразить невозможно, а можно изобразить абстрактно, то есть с помощью линий, каких-то геометрических фигур, с помощью цвета. Ну, действительно, вот как передать ощущения? Я специально выделила это слово красным цветом. Передать ощущения. Ощущения праздника. Как передать? Конечно, можно изобразить это с помощью пятен, каких-то, опять же говорю, геометрических фигур. Шум дождя, суматоху, тишину сумерек. Или у Тамары Яковлевны Шпикаловой весенняя песня, голыбельная, карусель. Как можно, да, передать? И вот в ОМК Тамары Яковлевны Шпикаловой вот этот процесс перехода от примитивизма к абстракции очень хорошо прослеживается. Примитивизм – это направление в живописи, где художники сознательно ушли от классической, традиционной, академической живописи. Собственно, все они заканчивали художественные институты. Ну вот, к примеру, Ким Бритов, Владимир Юкин, Валерий Кокорин, Дмитрий Холин, молодой художник, очень часто встречается у Тамары Яковлевны Шпикаловой, когда разговор идёт о Масленице, там представлены его работы, это его серия семи картин, которая иллюстрирует каждый день Масленицу, то есть к чему он посвящён. То есть это художники, которые знают академическую школу, но вот сознательно, они умеют рисовать и пейзажи, и портреты, и натюрморт, вот все основные жанры, но они сознательно ушли от академической живописи, вот в примитивизм, там, где основную роль играет цвет, да, вот эта красота, эмоциональное содержание, вот основанное именно на цвете. И вот этот примитивизм упрощался, упрощался почти до формы, да, можно довести до формы, абстрактной формы, это может быть там прямоугольник, это может быть полоса, как супрематизм у Кандинского, и перейти вот в такие элементы, то есть только знаки, символы. Вот так вот просматривается вот этот переход в тексте учебника Тамара Яковлевна Шпикалова. Очень интересные статьи можно там почитать. Дальше. И вот теперь, это заключительный слайд, который раскроет нам особенность творческих заданий. Задание на передачу, да, передать. Что мы можем передать? Состояние, события, впечатления, отношения. Можно передать образ, природа ли, человека, города. Собственно, вы, наверное, тоже знаете такую ситуацию, что художники рисуют один город весной, зимой, летом и осенью, да, могут рисовать вечером, ночью, могут рисовать ранним утром, днём, солнечную погоду, дождливую погоду. И вот один и тот же город, а изображают всё время, да, этот город, один и тот же, но в разных состояниях. Получается, один и тот же город, но впечатления от города разные. Вот он такой в дождливую погоду, а вот такой он в солнечную погоду. То есть вот передать образ. Можно передать характер, да, в портрете характер. Можно передать характер животного с помощью, опять же, тех средств изображения. Можно передать сопереживание, можно передать героизм и мудрость. Как передать вот сопереживание, героизм? Обязательно это всё в руках педагога. Мы, у наших учеников, ещё не такой большой жизненный опыт, чтобы передавать вот те ощущения, основываясь на свой жизненный опыт. Вот мы должны создать такую атмосферу, чтобы вот эта нотка переживания или нотка героизма в детских душах заиграла. И тогда вот с помощью нашего эмоционального настроя, когда мы воздействуем на нашего обучающегося через все его рецепторы, да, познавательные процессы, мы показываем, мы рассказываем. Это глаза и слух, да, видим, слух и зрение. Мы показываем, помогаем им изображать. То есть вот они тогда будут работать тактильно, руками что-то создавая. Даже краски, кисти, да, процесс вот этот, который будет перед ними. Собственно, вот всё это накладывается на тот самый опыт и создаёт, ну, хотя бы вот ту модель опыта, через который пройдёт ребёнок. Собственно, тем самым, вот мы говорили о связи с другими предметами, когда нам нужно изобразить героизм, да, вот передать героизм русского народа. Как нам это сделать? Конечно же, с помощью литературных произведений, которые оставят след в душе нашего ученика и настроят его вот на этот лад, который поможет ему передать то или иное сражение, то или иной подвиг. Даже, даже если спасти щенка от дождя, это тоже на самом деле некий героизм, некий подвиг. То есть сопереживать брату нашему меньшему, да, вот закрыть его от дождя, накормить его и так далее. То есть вот весь этот эмоциональный настрой, конечно же, создаёт учитель. И у учителя всего лишь 40 минут для творческой работы, да, вот для создания этой атмосферы творчества и получения результата от того, что вы создали. А результат – это и есть тот самый главный образ. Вот стрелочкой я показываю, что особенность творческого задания – это создание образа. Образа какого? Художественного или декоративного. И вот все остальные задания, они раскрывают нам с вами образ или художественный, или декоративный. Ну а если мы говорим с вами о дизайне и конструировании, то на самом деле это дизайн. Мы же тоже создаём образ одежды. Не зря же в термине присутствует такой визаж, да. Визаж – это от французского образ. Вот какой образ мы создадим – спортивный или, да, или там милитари в одежде. Это тоже образ, но уже предметный образ, который имеет ещё функциональное значение, да. Это наша одежда. Вот об этом сегодня я хотела с вами поговорить.